Если вы любите нежную, вкусную издобу к чаю, тогда приготовьте булочки с изюмом, тесто для них поможет вымесить хлебопечка, а вам останется только сформовать и испечь, делюсь рецептом. Основную работу за вас сделает хлебопечка, форму булочкам придайте на свое усмотрение, я предлагаю вариант витой булочки, в таком оформлении она красиво смотрится на столе. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте необходимые ингредиенты. В ведерко хлебопечки налейте теплое молоко, добавьте 2 яйца. Промойте изюм, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. В ведерко к жидким продуктам добавьте муку, мягкое масло, по сторонам всыпьте дрожжи, сахар, соль, поставьте ведерко в хлебопечку. Выставите режим теста, время 1 час 10 минут, включите. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока идет замес, с изюма слейте воду, промокните салфеткой, смешайте с 1 чайной ложки мяуки, перемешайте. Как только образовался комок, всыпьте изюм. Понаблюдайте за тестом, оно должно замеситься в однородный шарик, закройте крышку и дождитесь окончания процесса. По истечении времени достаньте тесто из хлебопечки, разделите на 9 частей. Каждую часть разделите на 2-2 части. Раскатайте 2 жгутика и переплетите их между собой в веревочку. Скрутите веревочку в кольцо. Выложите заготовки на противень, застеленный бумагой, оставьте на 20 минут, после смажьте яйцом, поставьте в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Готовые булочки достаньте из духовки. Выложите выпечку на блюдо, по желанию присыпьте сахарной пудрой. Подавайте булочки с изюмом к любимым напиткам, приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Молоко, 80 мл. Мюка пшеничная, 350-400 грамм. Дрожжи, 2 чайных ложки. Сахар, 4 столовые ложки. Соль, 0,5 чайных ложки. Изюм, 100 грамм. Яйца, 3 штуки, 2, в тесто, 1, для смазки. Масло сливочное, 140 грамм, или спрет. Количество порций, 3. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Следите за новыми видео на канале, и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok